Всем привет! Сегодня мы будем болтать просто так. Вы любите такие видео, когда я рассказываю о том, что меня интересуют, о чем-то рассуждаю, в принципе, о новостях своими, каким-то личным, короче говоря, делюсь. Сегодня такая болталка личная. И, как всегда, в таких случаях я говорю вам, возьмите чаёк, кофеёк, он вам пригодится. И такие видео удобно включать, слушать, когда ты занимаешься какими-то домашними делами. И давайте приступим. Я сейчас зачитаю письмо своей подписчице. Благодарность. Благодарность, так как объявлена не только мне, я считаю, что это и ваша заслуга. Хочу, чтобы вы тоже об этом почитали. То, как мы с вами даём советы, как помогают людям наши советы, видео, которые я снимаю, это лишь маленькая часть того, что я получаю. Но всё равно этим поделиться мне хочется, потому что я считаю, что это такая же заслуга ваша, как и моя. Так что, давайте я вам зачитаю. Здравствуйте. Хочу теперь написать позитивную историю. После вашего видео-ответа я пошла и попала в руки к очень хорошему психологу. И мы работаем по сей день с проблемами и уже никак не связанными с расставанием. Я рассталась с тем парнем, которого использовала скорее как замену и утешение. И через месяц меня нашёл мой настоящий молодой человек. Он тоже белорус, как и я. К слову, расскажу. Эта история девушки была в начале этого года. Я не буду рассказывать, какая. Именно, но там было про расставание с турком. Он тоже в психотерапии новый парень, как и я. Мы встречаемся уже 9 месяцев. Он меня очень любит, холит, лелеет. Если сравнивать его и бывшего турка, то это как божий дар. То же самое, что сравнить божий дар с яичницей. Не жадный, всегда готова разговаривать, решать проблему. Не вскипает, спокойно слушает. Даже не захождение к семейному психологу, когда мы видим, что сами проблему решить не можем. Несмотря на то, что мы встречаемся относительно недолго и неженаты. Что насчет бывшего? Он, конечно же, хотел меня вернуть, плакал, умолял, говорил, что все будет по-другому. Я же не поддавалась. Подключилась его мама, папа, сестра. Умоляли простить, помириться. Они так продолжают и до сих пор. Бывший турок следит за моими соцсетями, а я же, в свою очередь, ничего личного уже не публикую. А то начнется опять какая-то грязь, которая мне не нужна. Я очень рада, что вас тогда послушала и что не поддалась на его уговоры вернуться, мольбы его родителей. Потому что сейчас я вижу, что было в абьюзных отношениях, которые были обречены на страдания и жертву с моей стороны. А ему это было очень комфортно. И что, если бы я простила его, то, может быть, пару месяцев все было бы хорошо. Но после этого опять бы все стало плохо. Спасибо вам огромное. Благодаря вам я лично поменялась и поменялась в моей жизни в лучшую сторону. Вот такое благодарственное, если так можно сказать, письмо. Я что хочу сказать в свою очередь. Очень много девочек, у которых что-то меняется, но они об этом потом не пишут. И я просто рада за вас. Я для этого и снимаю эти видео, блог свой веду, чтобы чуточку делать чью-то жизнь лучше. У меня очень частые комментарии. Или ко мне на консультацию обращаются девочки, которые уже много лет, год, два, три смотрят мои видео. И говорят, что я начала смотреть, я по-другому посмотрела на свою жизнь, что-то передумала, поменяла. Ну или какой-то там все-таки проблемой я столкнулась, которую благодаря только видео не могу решить. И обращаются ко мне на консультацию. Практически каждая вторая об этом говорит, что я уже давно меняю свою жизнь. И жизнь моя улучшается. У меня есть еще история, я, скажем так, не буду это видео показывать, мне присылала видео, моя подписчица, тебе привет, что жизнь изменилась в лучшую сторону. Я не помню точно, у нас вроде бы было порядка девяти консультаций, и у нее была тяжелая депрессия. Я не помню точно, вроде средней тяжести, средней степени тяжести, по цитированию она была. Ну, в общем, неважно. У нее была депрессия, эмоциональное выгорание, апатия, и проблемы из-за этого огромные. И обращение, конечно, было, по сути, изначально отношениях она с Турковым была, но на самом деле, конечно, дело не в нем. Во многих-многих моментах, аспектах жизни, которые вот буквально за девять консультаций мы с ней это все прошли, пересмотрели вместе, терапия у нас была, и она поменяла свою жизнь. Я хочу к тому сказать, что она мне выслала видео, это было конец августа-сентябрь, мы с ней работали, вот полгода примерно, если так округлять прошло с того момента, и она мне прислала видео из Анталии. Она вообще сомневалась в отношениях, но благодаря работе, которая она с собой провела, она взяла на себя ответственность и так далее, кардинально поменяла свою жизнь, и сейчас она в огромном выигрыше, при ней осталась ее высокооплачиваемая работа, нужны дистанционки. Из России она переехала в Анталию к своему парню, они сняли квартиру, в общем, все прекрасно, и вот я хочу поздравить у нее, где-то неделю назад была свадьба, они расписывались. Так что у человека за несколько буквально месяцев изменилась вся его жизнь, то, чего он очень сильно боялся. То есть девушка все-таки вошла в эти отношения и не, скажем так, прогадала. Я очень тоже этому рада. У меня есть история, как моей тоже клиентке, с которой мы работали на протяжении буквально там двух-трех месяцев где-то, но ее тоже жизнь изменилась, и она от отношений, казалось бы, хороших, скажем так, но в кавычках, да, хороших, казалось бы, все вроде бы как отлично, да, может быть, но она чувствовала внутрь, что что-то здесь не то. Мы разбирались, проблема, естественно, была не в отношениях с мужчиной, у нее личные там переживания в жизненной ситуации, она от отношений этих отказалась. Это было тяжело для нее, я ее поддерживала в эти моменты, она принимала это решение, и когда она, скажем так, разорвала отношения, которые в итоге бы, скорее всего, закончились абьюзом, то о чем мы, собственно, обсудили сначала, и когда это начало, она все-таки приняла решение попробовать. И в итоге, скажем так, сама ситуация показала ей, что это будут абьюзные отношения с применением физического насилия, она сразу, конечно, дала заднюю, потому что я ее поддерживала, мы это прорабатывали, и в итоге она приняла решение, отношения разорвала, она к этой просто народилась, через 2-3 недели проснулась с другим человеком, хотя эта вся история у нее тянулась полтора где-то года. Вот такие истории у меня бывают. Так что я к тому делаю не в блоге или в консультациях, а в принципе, когда человек получает информацию, например, человек, которому приятен, который приятно ему интересно повествует, то есть я себе, да, говорю, Эта информация всегда ляжет на благоприятную, хорошую почву и прорастут какие-то росточки, да, то есть это всегда будет полезным. Не сейчас, но позже это даст свои плоды. Поэтому я считаю, что я делаю хорошее, скажем так, дело, и вот такие письма, истории, ответная реакция, рефлексии от моих девочек мне очень всегда приятно. Это только подтверждает, что я выполняю вот эту функцию помощи какой-то, можно так назвать, и не зря это делаю. И что ещё сегодня из полезного, да, давайте, что-то сегодня будет видео полезности, я о чём хотела бы сегодня рассказать. Очень важные моменты у меня сейчас в голове, знаете, своё, о чём я рассказываю, да, что я переживаю. У меня разные осмысления происходят, взгляды мои, ну, не бы сказала, меняются, я сейчас опять взрослею, по-другому просто отношусь к каким-то событиям, к людям и так далее. И это связано с обстановкой в нашем обществе, я имею в виду Россию, видеоблог, общаясь с вами, читая письма и, в принципе, с людьми вокруг. Я понимала и чувствовала, я думала, что проблема нашего менталитета, не будем об этом о причинах, потому что у каждого они всё-таки свои, это будет неправильно так обобщать, да. Но я, короче, чувствовала, что люди наши не хотят брать ответственность за свою жизнь, им хочется, чтобы ими руководили. Сейчас я понимаю, вижу, что людям удобно это, это их выбор, лезть в это, конечно же, не нужно, но мне так хочется, чтобы люди были психически, психологически здоровые. Они не понимают, что беря ответственность за свою жизнь, за события, происходящие вокруг тебя, когда ты сам делаешь свой выбор, ты несёшь за него ответственность. Это тяжело. Ты выходишь из позиции ребёнка, отвечая за свою жизнь и всё вокруг, но при этом ты чувствуешь себя более наполненным, самостоятельным и уверенным в себе. У тебя появляется уверенность, что я могу, и я начинаю себя за это любить. Вот оно повышение самооценки. Это влияет на все аспекты твоей жизни, и на работу, и на семью, и на близких твоих друзей. Ты чувствуешь себя по-другому, когда ты поборол свой страх, страх взять ответственность. И я заметила, что просто очень много людей не хотят брать какой-то ответственности, что-то в своей жизни решать. Говорят, вот это наша поговорка, моя хата с краю, например. В корне с этим не согласна, не может быть с краю у тебя что-то, и чем-то ты не можешь интересоваться, ты должен. Потому что твоими руками ты создаёшь сейчас свою жизнь, и будущее своё обеспечиваешь тоже сейчас. Закладываешь то есть это. И я заметила, что очень многие люди делают не в чтении и в знании каком-то, а в том, что люди вообще сторонятся информации. Они боятся открывать для себя знания, поглощать информацию, читать книги или действительно какие-то научные, там, не знаю, работы, программы. Им это неинтересно. А быть, например, когда ты не лезешь, быть необразованным, отчасти глупым, неудобно. Я ничего не знаю, моя хата с краю, да? И я сегодня хочу вам порекомендовать, вы знаете, что я смотрю Шихман, поговорить. Из последних таких, кто всякие новости там на ютюбе, это последний остаётся канал, который, я не знаю, как сказать, абсолютно, с которым я солидарна, на повестке, мне очень нравится. И буквально на днях вышел офигенно замечательный выпуск Шихман. Новый, скажем так, новый формат. А почитать, а не только поговорить. То есть идея какая, я оставлю обязательно ссылку под видео, раз, я думаю, в месяц у них такой, типа, читательный клуб читательский о авторах, книгах, которые написаны в России или о России. И будет встреча с автором этой книги, и обсуждаются темы, не сама книга, это как бы как презентация, реклама книги, а темы, которые в книге в этой затронуты. Это было очень интересно, этот выпуск. Я просто смотрела, слушала, два захода где-то, и я думаю, да, блин, это же мои мысли, да, реально. И это просто очень полезная информация, и вот как моё видео сейчас вы включите, а на фоне оно у вас где-то идёт. Просто послушайте для общего развития. А кто особенно в теме или этим интересуется, или у вас есть родственники с этим связаны, сейчас расскажу, какая тема, обязательно к прослушиванию. Это просто как аудиокнига. Это просто просвещение, чтобы в вашей голове мысли какие-то были. Вот это очень важно, и я честно думала, что такой книжный формат будет непопулярным на ютюбе, это не развлечение, у нас же развлекательный формат заходит, а ещё лучше самый минимум интеллекта, где вложено, да, где не думать надо, не соображать ничего, прослушал, закрыл, забыл и всё. Но хотя бы, не знаю, не напрягаться, если у вас нет времени читать книги, послушайте о темах, которые затронуты в книгах, очень интересно. Тема вот этого первого выпуска была религии и секты, сектология в России, это же очень-очень интересно. Как люди к этому приходят, почему в секту попадают, казалось бы, если бы мы все были этому, скажем так, подвержены, мы все были бы в сектах, правильно? Почему одни люди на это клюют, другие нет? Автор книги, книга бестселлер 20-го года, она вышла в октябре 20-го, сейчас 21-го продаётся, всем очень она нравится, там встреча с этим автором книги, он рассказывает, как он к этому пришёл, как он это изучал, и если вы захотите, потом вы можете эту книжку, да, почитать. Разные мнения, там есть, в студии была девушка, которая вышла из секты, мужчина, который вышел из секты, свидетели Иеговы, там их многое множество, всё это рассказывается. Это просто интересно, потому что это всё происходит рядом с нами и с вами. Как люди в тяжёлые жизненные моменты, в стресс, остаются без поддержки, и почему они идут в сект, это тоже часть психологии топ. Ну, мне, по крайней мере, было очень интересно, а для вас, если это не особо интересно, ну, для общего развития, послушайте просто. Вы получите информацию, при этом просто включив видео, не надо ни читать, ни думать тоже ни о чём, просто впитывайте. И эти ростки потом, со временем, у вас прорастут хоть какие-то мысли на эту тему появятся, и я считаю, что секта — это страшное зло. Предупреждён, значит, вооружён, это просто полезная информация для того, чтобы вы знали. И я хочу отметить, что там такая тема затронута, что сектанский образ мышления и взаимосвязи с людьми — это всякие коучи, тренеры, которые сейчас происходят, да, у нас в Инстаграме, всякие школы вот этого поведения и тому подобное — это всё, по сути, тоже секта. Это очень интересно, если вы подобными темами, подобные темы у вас как-то, скажем так, отзеркаливаются внутри, вы это чувствуете, вам понравится. Посмотрите, ссылку оставлю, мне очень интересно, какой будет следующий выпуск. И вот из последнего, что вообще вокруг происходит, интересного послушать — это очень хороший выпуск. Мне прямо оно очень заинтересовало, я думаю, блин, надо девчонкам тоже рассказать, чтобы и другие люди это по этому посмотрели, и, может быть, вас это заинтересует. Ещё у Шихман неплохие выпуски о науке. И самый классный выпуск — это, не помню в каких числах, ну, посмотрите, а не из предпоследних там видео, о том, что какие научные открытия были в 2020 году, не только про корону, там, про животных, про антибиотики и так далее. То есть это наше с вами будущее открытие науку, что двигает, толкает прогресс. Тоже посмотрите эти выпуски о науке, там и про старение, и про любовь, и там про историю есть, очень интересно. Пишите ваши комментарии под видео, нравится ли вам такой формат видео, есть ли у вас какие-то темы для видео, чтобы я снимала, о чём вы хотите со мной поговорить, чтобы я что-то рассказала, поделилась, и вообще смотрели в этот выпуск Шихман, как вам зашло или нет, и как вы считаете, нужно ли читать книжки, и вообще, что у нас сейчас с обществом происходит, я в плане образования, или бы какая-то деградация, и нужно ли включаться в какие-то процессы вокруг себя и брать на себя ответственность за жизнь свою. Спасибо за ваши комментарии, если поставите лайк, я буду очень признательна. Подписывайтесь на канал, всем спасибо, всем пока!